Уважаемые коллеги, я думаю, что многие из вас сталкивались и не раз с таким явлением, как приопизм. В подавляющем большинстве случаев речь идет о ишемическом приопизме. Не ишемический приопизм, связанный с разверывом кавернозной артерии, формированием артериолакунарной фистулы, встречается гораздо-гораздо реже. Я думаю, далеко не каждый врач хотя бы раз в жизни вьет что-то подобное. И вот как раз таким редким и необычным наблюдением я и хочу поделиться в этом видео. Сегодня в нашу больницу поступил молодой человек, около 30 лет. Пять дней назад имело место падение с лестницы, с его слов, и удар промежностью. При осмотре наружных половых органов обращают на себя внимание наличие кровоподтеков, как на самом члене, так и на мошонке и на передней поверхности бедра. При УЗИ, при расположении датчика по дорсальной поверхности, мы видим в основании члена в правом пещеристом теле анахогенное образование, но его видно не очень хорошо, зато его хорошо видно при расположении датчика на вентральной поверхности. На поперечном срезе давайте мы сориентируемся, что мы видим. Итак, мы видим сверху губчатое тело, с правой стороны мы видим левое кавернозное тело, с некоторой неоднородностью, вероятно, там тоже есть небольшая гематома. И, наконец, справа мы видим увеличенное в диаметре кавернозное тело с анахогенным содержимым. При включении доплера мы видим, что в этой полости есть интенсивный пульсирующий кровоток. Причина появления вот этого образования – это разрыв кавернозной артерии, по которой кровь у нас поступает вот в эту сформировавшуюся в результате травмы полость. Называется это явление артерио-лакунарная фистула. Ну и в завершение давайте посмотрим несколько видеофрагментов. При продольном сканировании в B-режиме мы видим вот это анахогенное образование в проксимальной части. При сканировании в поперечном положении датчика мы видим ритмичные движения фрагмента кавернозной ткани. И при включении доплера, в данном случае датчик расположен по дорсальной поверхности, мы видим интенсивный пульсирующий кровоток. Такой же кровоток мы видим при расположении датчика на пентральной поверхности. И затем мы смотрим в поперечном срезе, а также мы видим, что именно в правом кавернозном теле у нас происходит вот такая пульсация. То есть у нас происходит интенсивный сброс крови из кавернозной артерии, вот эту сформированную в результате травмы полностью. Ну и в завершение еще раз скажу, что не ишемический приопизм это достаточно редкое явление. В подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с приопизмом ишемическим, когда никакого кровотока в пещеристых телах мы не увидим. Спасибо за внимание. Берегите себя. Не болейте.